Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. С вами Александр Масликов. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Помощь делам. Благодаря действиям главы региона следственный комитет частично снял арест со счетов группы компаний «Восток Цемент». Поэтому вопрос имеет особенно острое значение. Я о нем доложил председателю правительства Адмитрия Анатольевича Медведева. Приморский праздник. Во Владивостоке тысячи горожан отметили День рыбака. Радио «Лема» организовала рыбные шашки. Все сделано для того, чтобы люди могли еще раз получить для себя какой-то подарок на этом прекрасном празднике и получить как можно больше позитивного настроения. Так что всех с днем рыбака. Поздравляем. Радио «Лема». Дружба народов. Татарские и башкирские диаспоры края ярко отметили Самантуй в кругу многонациональной приморской семьи. Я, так как сам татарин, в принципе придерживаюсь данной традиции и хочу сохранить ее в дальнейшем, и чтобы мои дети тоже частично хотя бы относились к этой национальности. Также в выпуске «Грязно-золотой рок». Полпред поручил Росприроднадзору и властям края в ближайшее время проверить чистоту акватории бухты «Золотой рок». И еще расскажем. Заповедные страсти. Неизвестный «Леопард» отметился на главной съемочной площадке земли «Леопарда». Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Счета группы компаний «Восток-Цемент» частично разблокированы. Следственный комитет Российской Федерации снял арест банковских счетов в части выплат по заработной плате налоговым платежам и обязательным платежам во внебюджетные фонды. Об этом губернатор Приморья Олег Кожемяка сообщил в ходе визита на завод «Спаск-Цемент». Которые он посетил в рамках рабочей поездки по краю. Отметим, что частичной разблокировки счетов удалось достичь именно благодаря вмешательству главы региона в ситуацию с «Восток-Цементом». Подробности у Катерины Матвеевой. Сотрудники заводов группы компаний «Восток-Цемент» могут вздохнуть с облегчением. Следственный комитет Российской Федерации частично снял арест банковских счетов компании. А это значит, что тысячи людей, работающих на «Спасцементе», «Теплоозерском цементном заводе», «Юкут-Цементе», «Дробильно-Сортировочном» и «Владивостокском бутащебеночном заводах» вовремя получат заработную плату. Также предприятия смогут платить налоги, делать отчисления во внебюджетные фонды. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяка в ходе визита на «Спасцемент», который он посетил в рамках рабочей поездки по краю. «По этому вопрос имеет особенно острое значение. Я о нем доложил председателю правительства Адмитрия Анатольевичу Медведеву. Он дал поручение своему аппарату рассмотреть и связаться со всеми структурами с тем, чтобы была обеспечена производственная деятельность. Конечно, мы будем и продолжать эту работу с тем, чтобы комбинат работал устойчиво. Все те требования судов по взысканию исков налагались на то имущество, на акции, на то, что не представляет угрозы для предприятия». Этому событию предшествовала длительная работа. Представители «Востокцемента» обращали Следственный комитет Российской Федерации в органы государственной власти всех уровней. Однако ключевую роль в разблокировке счетов сыграл губернатор Приморья. На встрече с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым Олег Кожемяка обратил внимание премьер-министра на ситуацию, которая сложилась вокруг крупнейшего производственного предприятия Приморья. И главу региона услышали. «Хочу сказать и выразить благодарность губернатору, что он обращает внимание на такие моменты. Он понимает, что это люди и судьба большого коллектива, большого коллектива именно жителей Приморского края. Очень приятно, когда он работникам говорил и докладывал ситуацию, как он мешался в данную ситуацию. Встречался в Москве и что лед, как говорят, сдвинулся». Несмотря на сдвиги в решении проблемы, ситуация остаётся крайне напряжённой. Ведь разблокировка счетов лишь частичная. Для полноценного функционирования заводов этого явно недостаточно. Так, для производства цемента предприятия закупают доменный шлак и гипс, запасы которых ограничены. Необходимо вовремя рассчитываться за уголь, тару, электроэнергию, топливо. Арест счетов делает это невозможным. «И в целом этот вопрос для Дальнего Востока имеет огромное значение. Мы были непосредственно недавно на ЦСС «Звезда», где строятся сейчас сухие доки под ледоколы, под газовозы, под танкера. И для них этот вопрос сегодня находится в таком тревожном ожидании. Если остановится этот завод, то там есть цикл непрерывного литья этого дока, когда тысячи тонн бетона должны укладываться без перерыва. И сегодня они вынуждены строить бункера, где-то думать, закупать за рубежом цемент. Но это же вещи абсолютно абсурдные при наличии на территории Приморья такого завода. А далее мы должны смотреть, что будет со строительной отраслью». Сейчас продукция «Восток цемента» востребована на всех масштабных стройках Дальнего Востока. Среди них магистральный газопровод «Сила Сибири», третья очередь угольного терминала «Восточный порт», здания школ и детских садов, многоквартирные дома в рамках программы «Жилье российской семьи» и многие другие. Коллектив группы компании «Восток цемент» благодарит за содействие и выражает признательность полпреду президента России в ДВФО Юрию Трутневу, губернатору Приморья Олегу Кожемяка и всем тем, кто не остался в стороне и подключился к решению проблемы. Катерина Матвеева, Новости на Восьмом. 15 июля Верховный суд вновь рассмотрит ходатайство заместителя генерального прокурора об изменении территориальной подсудности гражданского дела экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева, его брата, бывшего директора «Восток цемента» Андрея Пушкарева, директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова и шести юридических лиц. 12 июля заседание было перенесено в связи с тем, что прокуратура представила новые материалы, с которыми необходимо ознакомиться как адвокатам, так и фигурантам дела. Напомним, после вынесения приговора по уголовному делу в отношении Игоря Пушкарева генпрокуратура обратилась с иском о взыскании с ответчиков 3 миллиардов 200 миллионов рублей. При этом генпрокуратура вновь выразила недоверие судьям Приморского края и просит передать дело в тот же Тверской районный суд Москвы. Реавлат Ньюс ведет текстовую онлайн-трансляцию. Прокуратура Приморского края возбудила уголовное дело из-за массового отравления детей в лагере Юнга, сообщается на сайте ведомства. Речь идет о статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовые заболевания или отравления людей». Ранее сообщалось, что в детском лагере произошла вспышка острой кишечной инфекции. По данным следствия, всего отравились 28 детей, а 25 из них потребовалась госпитализация. Они были доставлены во вторую клиническую больницу Владивостока. Роспотребнадзор выявил в Юнге нарушение санитарных норм. База, которая расположена в 30 километрах от столицы Приморья, временно закрыта. Ранее в Лазовском районе Приморья 67 детей из летнего лагеря «Юный рыбак» попали в больницу с кишечной инфекцией. Учреждение также временно закрыли. В Роспотребнадзор и там нашел нарушение. Полпредпрезидентов ДВФО поручил Росприроднадзору и властям Приморского края в ближайшее время проверить чистоту акватории бухты «Золотой рог». Юрий Трутнев поручил в ближайшее время проверить информацию и в случае подтверждения фактов загрязнения акватории принять меры для оперативного реагирования. Контроль над ситуацией возложен на аппарат Полпреда. По мнению Юрия Трутнева, необходимо, чтобы каждый случай сброса сточных вод, попадания мусора или грязи в бухту фиксировался, принимались необходимые меры для устранения загрязнений, а владельцы судов, нарушившие технологии работы с водами, должны будут наказываться самым принципиальным образом. Ранее в соцсетях и местных СМИ появились фотографии, на которых видно нефтяные пленки на воде, у нескольких причалов в городе и плавающий в воде мусор. Подобные проблемы возникали ранее из-за заправки топливом, заходящих в «Золотой рог» судов, несовершенства канализационной системы и бытовых стоков. Через бухту «Золотой рог» проходят практически все популярные туристические маршруты, а набережная является одним из излюбленных мест для прогулки горожан. Селы и поселки в Уссурийском, Артемовском, Спасском, городских округах, а также в Хасанском, Партизанском, Анучинском и Михайловском районах вошли в пилотный проект Банка России по повышению доступности финансовых услуг в Дальневосточном федеральном округе. Для многих жителей отдаленных районов финансовая доступность – это наличие банкомата в населенном пункте. Между тем, значительная часть магазинов в поселках и селах принимают к оплате банковские карты. Но не все местные жители доверяют безналичным расчетам, отмечают сотрудники Центробанка. Терминалы с возможностью безналичной оплаты товаров в рамках пилотного проекта установили во всех отделениях Почты России. Теперь здесь при необходимости можно снять наличные деньги со счета карты. Решает проблему отсутствие банкоматов в отдаленных населенных пунктах, коммерческие банки и другим путем. В девяти приморских поселков снять наличные с помощью терминалов уже можно на кассе магазинов. Установить такие терминалы планируется и в других торгово-сервисных предприятиях Приморья. К слову, в России планируют расширить эксперимент по снятию наличных с банковских карт на кассах магазинов. Отмечается, что такая возможность сейчас доступна только жителям удаленных малонаселенных пунктов в некоторых регионах. В марте Сбербанк анонсировал внедрение новой услуги – покупка с выдачей. По которой при оплате покупки карты можно будет дополнительно снять наличные деньги. Во Владивостоке тысячи горожан отметили День рыбака. На спортивной набережной прошел концерт с викторинами, поздравлениями работников рыбопромыслового флота и угощением наваристой ухой. Радио «Лема» ярко и весело поздравило рыбаков, жителей и гостей Владивостока. Развлекательная интерактивная площадка привлекла сотни гостей. Подробнее расскажет Дмитрий Беломеснов. День рыбака во Владивостоке отмечается уже 54-й раз. Как и прежде, праздничные гуляния пропитаны дружеской атмосферой. Ведь жизнь каждого приморца связана с морем. День рыбака – один из самых любимых праздников владивостокцев. В этом году гостей мероприятия ждала насыщенная развлекательная программа – концерт с участием творческих коллективов, тематические интерактивные площадки и викторины. Очень вкусный ухаж, спасибо большое. Очень вкусно. Вот зачем рекламу даете? Не успеем, закончится сейчас. Свою интерактивную площадку организовала радиостанция «Лема», которая всегда старается быть ближе к событиям, которые происходят здесь и сейчас, в нашем родном городе, и не впервые принимает участие в городских праздниках. Но несмотря на то, что мероприятия разные, настроение на них всегда одинаково отличное. В этот раз коллектив решил удивить приморцев. Поэтому в честь Дня рыбака сотрудники радио организовали настоящий шашечный турнир. Организовали с нашими партнерами специальные консервные шашки. Ну, очень интересная, простая игра. А фишками в этой игре участвуют непосредственно пресервы от нашего партнера, компании «Рыба Мирова». Нам кажется, что это увлекательно, это интересно, это необычно. Это все сделано для того, чтобы люди могли еще раз получить для себя какой-то подарок на этом прекрасном празднике и получить как можно больше позитивного настроения. Так что всех с Днем рыбака! Поздравляем! Радио «Лема». А в качестве призов во время соревнований вручались подарки от магазина «Гипероглиф». Праздник привлек немало горожан на спортивную набережную. Здесь побывало несколько тысяч человек. Большой популярностью и интересом у гостей пользовалась площадка радиостанции «Лема». Поучаствовать в шашечном турнире спешили люди всех возрастов. Наша акция привлекает очень много людей. Они хотят поучаствовать, им весело. В основном играют дети. Сзади родители, командный дух и все такое. В финале турнира во время суперигры победитель смог насладиться вкусным кушем. Все шашки, а это рыбные пресервы, достались лучшему. К слову, в эти дни радио «Лема» вновь порадует автомобилистов. Каждый будний день «Лема-мобиль» снова гоняет по улицам Владивостока. А по подсказкам в прямом эфире радиослушатели ищут, где припаркована машина. А обнаружив, получают заслуженные призы. Слушай радио «Лема», получай подарки. Дмитрий Беломеснов, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, после которой. Многонациональный праздник. Татарские башкирские диаспоры края традиционно ярко отметили Сабантуй. Заповедные страсти. Неизвестный леопард отметился на главной съемочной площадке земли леопарда. Кусочек летом. Новая рабочая неделя в Приморье будет теплее предыдущих. Сегодня с вами я, Александр Масликов, и мы продолжаем. Многонациональный праздник. Татарские башкирские диаспоры края традиционно ярко отметили Сабантуй. Заповедные страсти. Неизвестный леопард отметился на главной съемочной площадке земли леопарда. Кусочек летом. Новая рабочая неделя в Приморье будет теплее предыдущих. Свой главный национальный праздник – Сабантуй. Татарские башкирские диаспоры края традиционно отметили в кругу многонациональной приморской семьи. В этот раз во Владивостоке отмечали праздник плуга в парке Минного городка. Гостей поздравили этнические и творческие коллективы певцов и танцоров. Также в рамках праздника прошла выставка и продажа блюд, восточной кухни и спортивные состязания. Съемочная группа Восьмого канала побывала на празднике. Тему продолжит Светлана Садовая. Татары, башкиры, а также украинцы, белорусы, узбеки, киргизы и, конечно же, русские. Народы по-прежнему многоциональной России и сегодня верны девизам единения и дружбы, провозглашенным более ста лет назад. И поэтому Сабантуй во Владивостоке – это не просто праздник, который символизирует окончание весенних полевых работ. На свое национальное торжество общественные организации «Татар» и «Башкир» традиционно пригласили всех желающих. Сабантуй или праздник Плуга в Приморском крае отмечают уже в 27-й раз. Главным организатором праздника традиционно выступила татаро-башкирская общественная организация «Дуслык» – дословно с татарского «Дружба». Для Владивосток Сабантуй у нас 158 националистов, как мы говорим по статистике. Она укрепляет, дружит. В Сабантуй присутствуют все национальности по возрасту, по религии, по расе и даже по политическим партиям. Поэтому это очень радует. И все друзья откликнулись. У нас написано в стенде «Сабантуй праздник друзей». В этом году я решил провести Сабантуй праздник при поддержке друзей. Выступления этнических творческих коллективов танцоров и певцов, выставка продажа блюд восточной кухни и спортивные состязания, соревнования по борьбе куреш, гиревому спорту, бегу в мешках. Праздник традиционно поддержали не только приморские, татарские и башкирские организации «Зусуриска», «Артема, Находки», «Партизанска», но и артисты из Башкортостана и Татарстана. Также с песнями и танцами традиционно выступили участники Ассамблей народов Приморья. Особый интерес гостей праздника к палаткам с национальной едой. Здесь мясные блюда, например, «Эчпочмак», но больше всего, конечно, восточных сладостей. Чак-чак, пирамяк, баурсак. В повседневной жизни такие блюда мастерицы готовят не очень часто. Как правило, приготовление сладостей требует большого количества времени. Я просто пришел посмотреть, послушать, покушать вкусно татарские национальные блюда. Мне интересна вообще эта культура. В принципе, я, так как сам татарин, придерживаюсь данной традиции. И хочу сохранить ее в дальнейшем, и чтобы мои дети тоже частично хотя бы относились к этой национальности. До 2012 года Сабантуй гуляли в Вольно-Надеждинском. Вот уже семь лет его празднуют во Владивостоке. В планах у организаторов в следующем году провести дальневосточный Сабантуй. Подыскивают и более масштабную площадку для его празднования. Среди вариантов стадион «Динамо» или спортивная набережная. Однако, заверяют организаторы, не место красит праздник. И следующий Сабантуй объединит народы большой страны с еще большим размахом. Светлана Садова, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Неизвестный леопард отметился на главной съемочной площадке земли леопарда. Это один из гротов небольшого заповедника «Кедровая пать», который входит в состав нацпарка. Впервые за несколько лет, помимо нынешнего хозяина заповедника по имени Тайфун, который дружит с самкой по имени Берри, в этом районе был зафиксирован другой неизвестный самец. Особый интерес специалистов вызвало то, что на видео были зафиксированы разные особи и оба самцы. И если в первом случае привет ученым передал местный сторожил Тайфун, то вторым самцом оказался пока неизвестный леопард, которому присвоен номер Лео-144М. Неизвестный прежде самец появился на территории, где обитает Берри, и это может не понравиться Тайфуну, самцу, с которым эта самка уже не раз попадала в объективы фотоловушек, отмечают ученые. На видео с пещеры новичок как бы улыбается в камеру. При помощи такой необычной гримасы самец захватывает дополнительный воздух, изучая феромоны, оставленные другими животными. Теперь специалисты земли леопарда с особым интересом ждут следующих кадров из пещеры и ее окрестностей, чтобы разобраться, как закончится виртуальное общение двух самцов дальневосточных леопардов. Новая рабочая неделя в Приморье будет по-летнему теплой. Погодные условия в крае определяет гримень охотоморского антициклона. Он предпримет новую попытку занять всю территорию Приморья. Температура воздуха будет повышаться. Со вторника тепло из западной части региона будет распространяться на большую часть территории края. А начиная со среды и до конца декады температура воздуха будет достигать отметки плюс 30-35 градусов. Во Владивостоке традиционно прохладнее. На побережье не исключены очаги тумана и мороси. В первой половине недели облачность, туман и свежий морской ветер будут препятствовать прогреву. А во второй половине недели снова потеплеет. Футбольный клуб «Луч» встречался с «Краснодаром-2». Приморцы смогли вырвать победу на последних минутах матча. Дрифтеры серии «РДС Восток» вновь встретились во Владивостоке. На трассе «Примринга» прошел четвертый этап этих зрелищных гонок. Подробности у Максима Яковлева. Футбольный клуб «Луч» одержал первую победу в новом сезоне. Приморцы смогли на выезде обыграть команду «Краснодар-2». С самого начала матча инициативой владели именно хозяева. «Желто-синие» тоже несколько раз отметились опасными атаками, но безрезультативно. 0-0 к перерыву. Во втором тайме голов тоже не наблюдалось. Вплоть до 84-й минуты, когда краснодарцы разыграли угловой и смогли переправить мяч в ворота. Казалось бы, итог ясен, однако «Луч» смог сделать неожиданный камбэк. В добавленные арбитром 4 минуты приморцы умудрились не только сравнять счет, но и забить второй гол. Победу Владивостокскому клубу принес быстрый проход и отличный удар Стеклова на исходе времени 1-2. Удалось матч выиграть с учетом того, что, конечно, были, я обычно не говорю, но такие сложности нам приходить, пришлось добираться до Краснодара через Сеул. То есть мы пока в Сеул, пока прилетели в Москву, из Москвы сюда, но очень сложный тоже был такой перелет. Следующий матч приморцы проведут во Владивостоке. 20 июля «Луч» принимает Томми. Четвертый этап РДС «Восток» прошел на Приморском кольце. Владивосток принимал одну из важнейших гонок чемпионата перед суперфиналом. В непростой борьбе сошлись 20 пилотов с различных уголков России. Впервые гонщики сами придумали трассу. Спортсмены предложили свою конфигурацию, которая была похожа на знак бесконечности. На этом покрытии сначала прошла квалификация, а затем и отборочные в ТОП-16, ТОП-8 и так далее. В итоге после зрелищных парных заездов на подиуме оказались представители трех разных городов. Бронзовым призером стал гонщик из находки Егор Скрипников. Вторая строчка досталась Алексею Козлову из Петропавловска-Камчатского. Ну а победителем в очередной раз стал уже прославленный владивостокский дрифтер Максим Седых. Получилось смешанное покрытие, потому что прям ринг у нас неровный и намокает он по-разному. Соответственно, где-то мокро, где-то сухо. И постоянно приходится корректировать автомобиль, когда едешь по этому покрытию. Впереди у гонщиков небольшие каникулы, после которых они вновь приступят к тренировкам. Ведь уже 31 августа спортсменов ждет суперфинал во Владивостоке. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Помощь делам. Благодаря действиям главы региона, Следственный комитет частично снял арест со счетов группы компании «Востокцемент». Грязно-золотой рог. Полпредпрезидента в ДВФО поручил Росприроднадзору и властям Приморского края в ближайшее время проверить чистоту акватории бухты «Золотой рог». Приморский праздник. Во Владивостоке тысячи горожан отметили День рыбака. Радио «Лема» организовало рыбные шашки. Многонациональный праздник. Татарские и башкирские диаспоры края традиционно и ярко отметили Сабантуй. Заповедные страсти. Неизвестный леопард отметился на главной съемочной площадке земли леопарда. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы восьмого канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. Восьмой канал. Главное – Владивосток. Приморье вместе со всей Россией уже готовится к празднованию в 2020 году 75-летнего юбилея Дня Победы. Президент России подписал указ, в котором поручил в течение трех месяцев разработать и утвердить план подготовки и проведения основных праздничных мероприятий, в том числе мероприятий с участием глав иностранных государств. А вот ровно 78 лет назад на фронтах Великой Отечественной прогремели первые залпы самого легендарного русского оружия. По позициям гитлеровцев ударили огненные стрелы реактивной артиллерии. Установки получили название «Катюша». Есть две версии этого названия. Первая – по популярной в СССР песне, а вторая – по маркировке на снарядах. Кат. Костикова – автоматический термитный. На кадры кинохроники «Орудия» с женским именем смотрим вместе и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. А я желаю вам отличной недели и успеха в делах. С вами был Александр Масликов. Увидимся на Восьмом. Продолжение следует...